здравствуйте друзья есть большая тема такая неизбывная это иммиграция в сша и английский вот можно ли некоторые спрашивают а можно ли вообще не знать языка некоторые говорят ну ну наверное совсем не знать наверно не хорошо но а сколько вообще достаточно вот вот столько достаточно или вот вот столько надо знать или вообще свободно владеть знаете как вот вопросы такие задают давайте мы на тему поболтаем конечно вы легко можете себе представить аналог вот американского варианта с человеком который приехал а языка не знает вот представьте себе что вы живете в москве но не обязательно в москве там большом российском городе достаточно большом областном центре и вот приезжает человек ну допустим из таджикистана или там ну из какой-то россии с российской да там провинции не русскоязычной территории я не знаю там из дагестана из якутии из бурятии ну ну правда вам вам лучше знать мне не нравится что солнышко светит так много нет не отсюда в общем приезжает такой человек и спрашивает а можно вот как-то выживать скажем в москве без языка можно конечно можно вот можно дворником работать ну там бригадир допустим он тоже из своих но по-русски говорит а а ты нет ну и те не надо вот бригадир и здесь тоже так можно здесь полно народ которые работают в таких местах где все по-русски вот наиболее таким типичным примером нехождение в америку таскать да было бы работать на стройке вот есть там какие-то русские русскоязычные бригады но бригадир он конечно там прораб там он он говорит ну как как может но это неважно ему хватает а в этом ее работаете вы можете при там даже не обязательно быть там разнорабочим за три копейки вы можете быть вполне квалифицированным человеком вы можете там и плиточку класть и электрику делать и так далее но но поймете но лицензию вы уже не получите без языка соответственно свой бизнес вы открыть уже не сможете даже если у вас будет вот клиент русскоязычный которому надо что-то сделать это может быть лос-анджелес или нью-йорке или сакраменто или там филадельфии в сан-франциско где угодно может быть полно бизнеса русскоязычного но вы не можете его делать без лицензии соответственно значит у кого-то работать вы можете а своего уже не начнете и пошло и поехало то есть язык безусловно человека лимитируют как в первое время так и в долгосрочном плане конечно мы исходим из того что если человек приехал и у него языка нет поначалу то со временем он откуда-то возьмется понятно что язык улучшается чем больше ты находишься в англоязычной среде тем лучше у тебя язык и смысле произношения произношения никого не волнует ну чтоб тебя понять можно было что-то хотел сказать вот на этом уровне достаточно для многих стране есть люди которые вообще не говорят по-английски всю жизнь тут живут может быть они здесь не родились конечно иначе бы они ходили в школу и там подобрали это могут быть и мексиканцы и русские и поляки и там я не знаю кто угодно может быть здесь очень здесь миллионы людей которые практически не говорят по-английски и тем не менее как-то живут работают но они ограничены вот этим своим гетто в котором они находятся то есть у этого есть цена ответ на вопрос а можно ли вот я подаю заявку на участие в лотерее green card вот через сколько там осталось там две недели вот через две недели можно будет начать подавать заявки а я смогу приехать я как я буду жить если я по-английски не говорю но во-первых вас есть полгода можете получить хоть что-то это уже лучше чем ничего я бы я бы даже так сказал что из всех вещей которым вы можете научиться но и скажем так в которые есть смысл инвестировать свое время до того как все это произойдет из всех этих вещей лучшим инвестирование является инвестирование в английский язык особенно если у вас совсем по нулям но даже если этого не произойдет вы пройдете интервью в посольстве или в консулате сша на русском вы приедете в страну билет купите на русском прилетите и дальше ну куда прилетите куда-нибудь где много русского прилетите в нью-йорк прилетите в лос-анджелес прилетите я не знаю майами вот есть места и и в этих местах вы прекрасно проживете чикаго прекрасно проживете на русском языке столько долго сколько вам будет нужно чтобы освоить английский или или вообще завсегда может вообще не станете его осваивать английский не каждому чеку нужно вот многие люди они как бы вполне ограничивают себя вот этим им больше не надо сакраменто вот можете приехать там 300 тысяч русскоязычных русско-украинскоязычных вот пожалуйста можете там обосноваться к вопросу о том куда ехать но если английского нет ну езжай туда где по-русски можно выживать вот но рынок труда на котором вы можете приложиться этот рынок труда ограничен тем что и вот русскоязычный народ кроме того среди как сказать среди тех кто будет с вами конкурировать вот за эти работы очень много людей нелегальных то есть вот вы выиграли в гринкард лотерею и вы приехали и вы легитимный и вы могли бы работать у американцев до нормальной американской компании но вы не можете вы можете работать только у русских и соответственно конкурировать вы начинаете с такими же как вы русскоязычными но еще у которых и разрешения на работу нет они в общем-то готовы работать за меньшие деньги чем вы например ну это естественно если можно нанять такого или такого до легального или нелегального чё же чё тогда нелегального платить столько же сколько легального смысла же нет и вот вы начинаете вот в этой нише толкаться нелегальному деваться некуда а вам есть то есть у вас есть разрешение на работу вы могли бы выйти на более широкий рынок где гораздо больше возможности но вас нет языка была такая знаете старая советских лет еврейская хохмачка что меняю пятый пункт это в паспорте в анкетах национальность меняю пятый пункт на две судимости вот в данном случае вы можете сказать что от меняю там незнание языка там на статус там нелегалы ну или наоборот я просто к чему говорю что и то и другое подрывает вашу способность нормально работать и зарабатывать и нахождение в нелегальном статусе и нахождение в стране без владения английским языком это примерно равноценные такие но условно инвалидности такие да вот проблемы но вы безусловно не оголодаете в том смысле что вы заработаете на хлеб вы не будете ночевать под мостом этого не будет заработаете что-то если у вас там скажем детей много такая семья многодетная бывает да вот вам дадут в элфер если вы легитимный вам дадут в элфер фут стемпы вы там еще может быть будете подрабатывать что-то и так это уже следующий следующий разговор мы не не хотим туда идти но в общем то в этой ситуации вы начинаете попадать в гетто вы начинайте жить в гетто и жизнь в гетто ну не знаю может кому устраивает я так ну не я даже не знаю стоило и ради этого куда-то ехать но безусловно поскольку многие люди живут в гетто и никуда оттуда не собираются и и выглядит неплохо вы можете на них посмотреть они выглядят неплохо вы можете сказать а давай вот это вот это господи да им не надо у них нормально все то есть мы рассмотрим на них со стороны гима что же он вот так он же мог бы вот это да не нормально то есть он на пособиях плюс немножко там закеш подработал он живет лучше чем там есть 90 процентов его соотечественных которые никуда не он не уезжали ему нормально он не сравнивает себя с теми кто вот через дорогу он сравнивается с теми кто там уже альтернатива у него не дорогу перейти альтернатива него домой вернуться и домой вернуться он точно не хочет потому что у него вы чё он тут кум королю вообще вот поэтому главное выбрать для себя тот объект с которым вы сравниваетесь чтобы чувствовать себя хорошо вот будете сравниваться с этим будете чувствовать себя плохо найдите кого-то с кем сравниваться удобно, и сказать, а я неплохо себя чувствую, смотри вот есть отдельная тема как живут люди, у которых мало денег, они мало зарабатывают, они бедные, это целый мир это мир, в котором что-то вы можете получить бесплатно, есть масса всяких халявы и требующий какой-то приквалификации, то есть не всем дают и не требующий там приквалификации вы можете приходить, вот есть места там раз в неделю выдают такой мешок с едой и значит, мешок с едой сегодня дают вот там завтра дают вот тут, послезавтра вот здесь, и вы можете каждый день ходить и набирать вот по такому мешку еды вам, наверное, столько не нужно но если желание есть, я знаю, люди, которые просто остановиться не могут, оно им не нужно, но ну а как не взять, тоже потом они еще ходят, всем предлагают, а тебе не нужно вот там то есть тут очень-очень много вот этой халявы и человек начинает разбираться в мире халявы и вот эта оптимизация так сказать, возврат максимизировать возврат на инвестмент нуля да, вот, чтобы не отдать ничего, а получить как можно больше на ничего это целый мир, это там свои законы, там свои правила игры и так далее и люди, которые не владеют языком в значительной степени, не все, живут в этом мире они как бы подвержены очень особенно если у них много детей почему много детей? потому что работай, не работай, зарабатывай, не зарабатывай все равно ты из бедности не вырвешься вот такой, да, ну если там 7 детей вот сколько нужно зарабатывать, чтобы выйти на, как сказать, на уровень когда тебе явно лучше, чем вот, скажем, получать пособие поэтому многие, они даже и не пытаются, они получают пособие и живут там на них много-много лет потому что смысла нет ну так они получают больше, чем в состоянии заработать это один из векторов, который сильно действует на людей, которые приезжают без языка если молодой, здоровенный настроение боевое руки растут из нужного места ну не говорит он по-английски, ё-моё ну да он подхватит ну пойдет на стройку на стройке, вот сейчас, например, да, последние там годы на стройке работы сколько хочешь вот сколько ты можешь себе придумать вот столько есть работы на стройке особенно если ты умеешь чего-то делать ты вообще-вообще на расхват поэтому, может быть, один следующий после английского инвестмент, да, инвестиция лучшая в это дело это получить какую-нибудь там рабочую строительную профессию шикарно то есть это сразу будет намного больше денег чем там тачку с мусором возить так что человек без языка выживает не то, что живет но выживает вот и кому-то вот этого выживания достаточно настолько, что он, собственно, и не собирается как-то оттуда выползать ему там нормально, ему комфортно это вот мы смотрим, думаем а у него у него все путем вот и человек задающийся вопросом а вот что мне делать без английского он в первую очередь должен спросить себя какие у меня цели какие задачи зачем вообще я по Америку и чего я хочу добиться потому что, может быть ему, собственно, и не надо учить английский ну, в том смысле, что он и без этого получит достаточно чтобы чувствовать себя хорошо безусловно, такие люди есть мы их видим, мы их знаем они есть и у них все замечательно поэтому начиная от нуля и кончая до очень приличного уровня если у вас какие-то такие цели специфические скажем, если вы хотите работать там в маркетинге или там в продажах так, в американском, так сказать, плане работать вам нужен приличный язык очень приличный и писать, и говорить и так далее но, еще раз акцент никого не напугает тут с акцентом очень многие разговаривают это не страшно ну, должен быть грамотный язык с хорошим словарным запасом значит, там грамматика, там все дела ну, конечно конечно вот, ну смотрите мы не обсуждаем, как учить английский мы не обсуждаем до какого уровня мы говорим только пойми, зачем тебе это надо учить английский без того, чтобы знать для чего конкретно для чего почти бессмысленно конечно, азы вот там, да? азы можно учить независимо ни от чего потому что без азов все равно ничего нельзя но если так чуть-чуть поглубже чуть-чуть побольше и так далее а зачем? не, ну правда если сил нет времени нет денег нет проблемы тут проблемы там удовольствия от изучения языка нет это вопрос а зачем? ну, ну, ну для достижения каких-то целей у нас же вот иммиграционная проблема не получится ли, что мне плохо от того, что я не знаю языка языка достаточно а смотря, что для тебя достаточно понимаете? и вот пошло-поехало это индивидуально это абсолютно индивидуально так что друзья я хочу вас обнадежить в том смысле, что незнание языка это не повод для того, чтобы сказать себе я никуда не поеду ну, можете ехать это повод, чтобы спросить а чего я вдруг не знаю английский? ну, правда чего бы действительно не знать английский? чего бы, например не знать английский даже без того, чтобы куда-то иммигрировать? это тоже хороший вопрос почему бы не знать английский? это открывает вообще целый мир ну, можете сказать зачем мне этот мир? вот мы тут с пацанами там выпили, покурили там и подрались и нам ничего больше не надо ну, конечно господи да кто же вас заставляет-то, правда? вот так что вот а так всем остальным оно как бы неплохо особенно, когда молодые когда вся жизнь впереди и даже если никуда не уезжать вы себя ограничиваете сильно тем, что не можете вот этого, этого а куда сегодня без английского я даже не знаю даже новости почитать извините я на русском языке не стану новостей читать то есть я могу по-английски по-русски я не стану по-русски читать я хорошо знаю разницу но просто как небо и земля вот и все если вы думаете что вы можете новости почитать по-русски Вы глубоко заблуждаетесь Вы не новости читаете А такой продукт очень специфичный Поэтому Думайте Значит И еще раз Это абсолютно не дисквалифицирует вас В плане эмиграции Здесь полно людей, которые живут десятилетиями Не говоря по-английски Все, ребят, счастливо И пусть все будет хорошо И с английским тоже Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому